Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 там все другое, но вещества кинуть и вниз сейчас немножко многовато распределить мера должна быть такая, чтобы почем зря потом вот эти вот не собирались хорошо? то есть расштриховать сюда тоже это поделиться, кисть вымазать там а здесь расштриховано мера вот такая вот такая молодец, раздавило раздавило мерцательно, в разных направлениях небо, среда мерцательная раздавило хорошо? сразу будет вот даже на боковом боковой взгляд уже дает эффект мерцания и ты понимаешь, что там не конструктивное что-то просто мерцательная среда то есть нужно где-то вот так вот верхнюю половину или все помнить? да да, вот верхнюю половину просто придать теперь у нас горы можно чуть-чуть себя обозначить вот таким образом сначала их силуэт обозначить но потренироваться в решении гор лучше вот здесь ниже так, как будто бы ты сейчас здесь делаешь для того, чтобы сначала познакомиться с задачей и так берешь вещество мастихин ты видишь я раздавливаю мастихином его пластичностью раздавливаю на край зубчато горы штука зубчатая обычно детки и неопытные художники рисуют горы вот так мы не будем так рисовать мы будем рисовать зубчатый характер вот да сама укладка по склонам смотрим на картиночку находим идею склонов и создаем вот это множество всего которое там то есть сначала очень приблизительно это можно и подбревать будет эффект тоже каких-то да колебаний местности значит вот здесь или вот здесь поиграешь с этим после того как придавишь еще раз смотри раздавливаем раздавливаем под самый край вот здесь тоже можем тренироваться давай а но вначале допустим не вот так а вот так ребром сначала сделаешь силуэт убедительный винятный силуэт хорошо шпатлюем расштриховываем расштриховываем смотри вообще плашня стриховать мастихин не держим здесь не держим здесь мастихин у тебя сразу рука съехала сюда вот нормальное положение мастихина вот мы вот вот он ну вещество краски и заставляем сдавливаем заставляем давай еще раз выкуп ну естественно вещества уже нет на холсте на палитре дополнила взяла взяла вещества взяла в палитре взяла вещества кончиком 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 да сделала удобный замес именно удобный чтоб краска не вот здесь была а вот здесь на рабочей части и поехала я даже особенно не жму я просто заставляю ее сдавливать нужно вещество я быстренько его подобрал до укладки вот смотри более крупные движения тоже делаем так прямо по склону по склону по склону опять пересла на мелкотню нет там мелкотню крупную проемку не надо так хорошо смотри значит у нас с тобой под такой траектории идет другая часть освещенная часть сколы да есть вот здесь да выдавишь белил чуть светлее смотри чуть светлее чуть освещеннее вот ты видишь коричневость разбеленная коричневость дает эффект освещенного да да вообще создай условия на палитре то есть выдавишь побольше здесь у нас чуть темно чуть синевато это теневая часть в пределах световой а это просто теневая и направленность туда туда вместе с резьбами с резьбами устроишь идею туда конус еще один покажешь его и когда ты сюда светлотики эти занесешь по траектории лежания плоскости да по траектории останется только положить белильца по макушечкам рваные белильца по макушечке вот вот зайду и все свершился давай подожди подожди смотри это сейчас белила кладешь как что ну я даже сама не знаю значит у тебя освещенная часть горы не только седая но и теплая с коричневинкой есть такое там да есть а уже сам снег отдельно чист то есть я вытер мастихин чистый белый а подкладка у него не белая ладно прикольная но сильно кучерявы я сзади с этой стороны значит там есть структурность снега вот такая нарочитая структурность по скале есть там такое да то есть не просто кучерявенькое что-то есть пластичное такое опавшее сваливающиеся сюда движения самой поверхности скалы вот такое есть вот эта рябушка падение здесь и есть белизна структурненькая вот такими прямо причем вот где-то здесь уже тает снег и он начинает терять свою выразительность то есть на краях он очень выразителен внизу не подрезочки темные подрезочки прямо подрезает темнотой подрезаю темнотой есть там такое то есть как бы грань еще более контрастно так опять разбил коричневого плюс легкий разбил розового плюс наша голубизна и и здесь тоже некоторый теплый теплый мотив но не такой светлый как здесь смотри что он не такой светлый да темин этот мотив здесь в тени он тоже теплый но он находится в тени в теневой части скалы той части скалы это на свету это в тени показатель но заодно может быть чуть-чуть выразить вот эти структурочки рублен но идею рубленности ты подсмотрела разумно подсмотрела вот это идея просто слишком много одинаковых мазочков понапрела идея рубленности можно сразу подсунуть облачко чтобы оно создало настроение то есть я дракончика посадил и чуть-чуть его вмутил в эту среду а здесь он этот дракончик расплылся значит вот эту штуку упаковать по моему дракончику поставь своего и тоже раздави зачем? а нельзя их пропустить а нельзя несколько дать бритости для того чтобы появилась вот эта идея светлых и темных мест на сонах согласны? облако очень хорошее так что у нас там дальше? темнотики да здесь прямо отсюда поднимается темно тенево это теневая она несколько синит несколько фиолетовит теневая в солнечный день а подразумевается несколько солнечных имеет кроме зеленых да вот там зелень немного селеневатый характер тоже пана уложила уложила вот здесь наоборот свет он и розовит он и коричневит в нем есть и голубой потому что есть расстояние до него то есть воздух цвета голубого и он естественно дает идею голубоватости всем далее поскольку это вдали тоже с некоторой голубоватостью но светло так и здесь несколько светло есть там такой цвет грязноватый непонятный непонятный невыразительный с легким розовым оттенком да уложите эти пятна потом немножечко подпустишь голубой желтый вот сюда сначала низко низко подпустишь вверх высоко не идешь можешь кистью немножко подпачкать чтобы долго не мучиться напустишь чтоб у нас все пятна произошли и уже в этих пятнах мы начнем формировать идею давай так тихо 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 ну и не молодец смышленно очень смышленно так ну давай сейчас я тихо чуть-чуть помендусь так да подним и подним подним и и и писточку какую-нибудь тихо 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 Хорошие пятна, очень хорошие. Значит, большой кистью можно вот прямо вот так создать эффект множества. Ты видишь, да? Прямо сразу раз и делится. Они же в тени темны, синеваты и даже несколько фиолетоваты. В тени, но не только макаю, но и протягиваю, да? Видишь, да, разницу? Чуть-чуть протягиваю. Если бы я только макал, было бы скучновато. А так это мазок, но мазок хитренький. Вот этими хитренькими мазочками доупакуешь территорику здесь. Возьмешь это же. Голубой, коричневый, желтый. И создашь маканием, моделированием, создашь идею вот этих кустов, кустов, деревцов. Лежачая кисть к холсту, смотри, абсолютно лежачая, создает то, что мы ищем. Там круглешочками, тут торчалочками, тут тоже торчалочками. Они на этой глянцевой укладке сразу различимы, да? То есть там глянец, тут косматость. Более бледно, фиолетово, розовый, голубой. Вот эти, ребятки. Грязноватый какой-то, фиолетоватый, светочек. Дальше. А, ну, сейчас понакидаешь. Тоже моделировательно, макательно. Моделировательно, макательно. Потом, вот по такой траектории, то есть ты немножко выше поднимешь кустики, по вот этой траектории светлость уходящих вдаль макушек травочек, да? То есть туда, как бы, на склон пошло, и макушечки все попали на свет. Показать эту светлость. Их светлость. Показать. Перерубишь уже кустяки. Ну, или переставить. Вот так, нагнетая, нагнетая красочка. Просто вот это вот чуть повыше. Вот эти стволы не торопись. Это чуть... Сначала сориентироваемся здесь, сориентироваемся, потому что они ответственны. Они должны прийти один раз, и все. Давай так. Смотрите, уже столько умеешь. Отличные звуки. Все прямо так, вдруг пошло, пошло, пошло. Все. Эти же цветовые звуки доснабдишь подрезочками. То есть плоскость лежит. Да? Легонькими подрезочками. Вот так вот. Чуть-чуть. Чуть-чуть. В меру. Прикольно? Где-то там зеленоватенькое. В зеленоватенькое настроение. Чуть-чуть и его. То есть, более чистенький цвет вошел в грязь суп и прозвучал. Правда? Единственное, здесь у нас все-таки светло. Коричневый разбил. Коричнево-розовый. Все-таки выгнать. А потом еще раз на этом месте деревца. Все-таки он посветлее. Несмотря на то, что там тень, а это на свету, но вот то место все-таки светлее. И на стихинчичком вернешь укладку горную. Да? Да. А, я думаю, что там не готов. Вернешься. Ага. Такая грязноватая прохладная. Чуть-чуть вот такая седенькая зеленца. За счет преимущества голубого в замесе зеленом. Вот ее. Вот ее чуть-чуть. Че-ли-че. Где-то. Хорошо? Ну тоже не переборщить. Чуть-чуть. Ну вот здесь я понимаю так, что вот здесь еще тоже. А здесь даже красиво можно так и оставить. И сюда подсунуть. Лежачие. И сайки. Правда? Не мозаика вообще нравится. Ну да. Мозаичность укладки. И все супер. Это значит лежачие. Положила. Протянула. 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 Ну здесь уже все. Давай там. Светлые. Так. Знаешь почему они светлые. Вот смотри. Вот у меня рука. Так же как вот эта штука. Освещена откуда-то сверху. Посмотри. Край. Поверхности. Прямо аж. Блистает светом. Здесь чуть тенисто будет снизу. Там седло. Так же будет и у этих. Внизу темнисто. Тенисто. Тенисто. А на макушечках чуть светло. То есть вот этой кистью. Да. Потом. Создала эффект множество. Сначала отделила. Потом создала эффект множество. Это прикольно. Ты видела. Я сначала положу. Внятную отделенность. Похожим образом. И с этой стороны. Густота красочки. Создает уже эффект. Множество. Прикольно. И так наполняешь содержание. Что касается. Вот этих пятен. Густоту взяла весьма. Мало того. Посмотри. Коричневый и синий рядом. Создают хорошее такое добротное напряжение. Света. Да. Там правда вот эта штука уходит куда. Ну если хочешь можно ее так вот и сделать. И уже теперь перерубить. Плюс контраст разбеленной красочки. Чирк в сторону. Густая краска. Кладу чирк и тут же превращаю в чирк. Парочку сделаешь. Ладно? Что это возможно сделать? Нет. Позже. Ну в любом случае это надо сделать. Желтенькие цветочки. Потом чуть-чуть макать льна с некоторой как бы запятой. Как немножко как ошпаренный мазочечек. Мало того. Идея стайки. Они выстраиваются в стайку по горизонтальному. Нарочито по горизонтальному. Кончиком мастихина. Тычком ошпаренным. Давай. Ну заодно там и фиолетовинки. Всю красотень напустить. На краешек. И такие. Я как бы немножко вперед мастихина. Вперед кончиком. Ладно? А ты вот так кладешь. Да. Как я вижу, что ты неправильно не отмечаешь. А вот так. Кончиком. У тебя красочка торчит от мастихина. Торчит. Поэтому позволяет себя чверкнуть. Вот еще все-таки я сиреневый. Это я не смогла сделать. Голубой. Розовый. Равно сиреневый. Сделано. Ага. Да? Ну хочешь больше. Голубого будет другой оттеночек сиреневого. Если что, оттуда. Сапой. Другой оттеночек сиреневого. Да? Да ладно. Мне вот хочется, чтобы тут было поярче. Ну подложи. Деликательно. Вот тут какие-то еще. Чирком. Вот эти вот. Смотри. Чирком. Боб. Боб. Чуть. Боб. Вот они. Хорошо? Ну и цветик там подглебились. Гитарные. Чуть потолще. Чуть потоньше. Разнообразие. А то гитарные струны. Другой оттеночек сиреневого. А то гитарные струны. А то гитарные струны. Как великий художник скажет, так и сделает. Надо думать. Мы думать. Да? О. Подожди, Игорь. Игорь еще не подошел к веткам. Сказал ветки даже не трогай. Если у тебя стволы не получились. Ветки тем более. Нет, этого я не говорю. Да, Игорь? Этого я не говорю. Подумал. Я сказал ветки, нет стволы. Ну прости. Так. Ну, смотри. У тебя уже практически все решено. Ну, может быть здесь немножко как дрозофила. Знаешь, когда спасалась из краски. Припла. Потом ногами так дал. Вот. Может быть немножечко, да. Немножечко все-таки сбить. Этот квадратик невкусный. Сбить на что-то вкусное. Вот они и есть, и нет. И есть, и нет. Можно даже очень что-нибудь густенькое. Кашистое, снякотное, да? Такое, что прям аж на передний, на передний план вышло. Наподобие этих, только здесь пониже. Снимаем. Прикольно. Вот. Если хочешь, поскольку время есть, а картина готова, можешь же сбрить этот кусок, и все-таки доразобраться с его подробностями. Ну, если боишься, то уже посути. Полище. Ну, тогда ходи, смотри. А вот здесь вот, вот здесь вот можно вот, потому что у меня все равно, потому что у меня все равно, что у меня там начало. Да, с мастихином, что-то мне оно очень. Ну, просто совсем острее, а надо было чуть-чуть. Ты видишь, я и мутность, и жесткость все применил. Чтобы уже иначе было бы однородно, односложно, так оно богаче. Вот здесь? Ну, хорошо. А, здесь навроухало. Ишь ты, напитал, обелил. Там же нет... Там нет равного вот этого. Там все чуть-чуть нет. Поэтому белый там, не бел. Белый здесь, в этой местности, не бел. Спокойный. То есть, приглушенный. Это с чистым белым, да? Да, влезло. И толкнуть вот сюда. Ого, ого. Ой, ну, на последнее. Приходи. Ты как завтра? Не, завтра нет. Ага. Хорошо. Давай так. Продолжение следует...